Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! И мы продолжаем изучать Тору. Уже прям совместно мы изучаем Тору. Доброе, добрейшее, веселейшее утро. Так, сейчас ждем, пока появятся все участники. И Мириам Малко Маркс нас смотрит. Значит, все, Максим Беренчук. И доброе утро всем! Шалом-шалом! Значит, мы сейчас перед шабатом, поэтому будем сразу начинать. Не будем долго раскачиваться, потому что надо успеть много сделать до наступления шаббата. Татьяна Талисман из Беребежана. Шалом! Значит, мы находимся сегодня, продолжаем находиться в недельной главе ВАИРА. И показался ему... Значит, можете сегодня скачать как раз книжку себе на весь шаббат. И там полностью вся глава. И, значит, сегодня шестнадцатая Хишвана. И первое, что здесь как раз о Йом-Йом, есть такое сегодня день шестнадцатая Хишвана. И одна такая мысль интересная Любачевского Рэва, что он говорит так, что есть мысль у человека, да? Есть мысль Макшева. То есть Макшева это мысль. Раз мысль, два мысль, три мысль, четыре мысль. Вот все, каждая отдельная смысловая единица это мысль. И есть у человека, он то, что называется на верите сехель, а на русском разум он это называет. Сейчас я скажу, что такое разум. Есть у человека чувства, эмоции. Теперь что получается? Если, говорит любая стим Рэбе, что если человек не занят никаким полезным размышлением, у которого есть цель, например, вот мы сейчас все размышляем, как понять сегодняшнюю недельную главу, что нового Всевышний хочет нам сообщить, что я сегодня узнаю полезного о служении Богу. И если это как бы есть цель, и мы занимаемся сейчас у нас все мысли, понять, что сегодня мы можем выучить на уроке Торы за 20 минут. Теперь, значит, получается, что все мысли, они связаны с этим намерением. То есть разум, разум человека, он определяет какие-то цели. И дальше мысли, которые есть, мысли это как смысловые единицы, как такие смысловые, вот каждая мысль это некая смысловая конструкция. Они накручиваются на вот это намерение. И когда, Гриша Цибульский, вот Бодертов, когда есть намерение, то мысли, они накручиваются на это намерение, как на веретено. И когда вот эти мысли, человек осознает те мысли, которые у него всплывают из подсознания в сознание, то есть вот человек думает, так, вот он задает некий запрос такой, да, что мне в жизни хорошего, за что я благодарен Всевышнему. Это как веретено. И всплывают сразу из подсознания, из долговременной памяти, всплывают разные мысли, которые на это веретено накручиваются. Я благодарен за то, за это, за пятое, за десятое. Я проснулся, думаю, телефон есть, интернет есть. Там у каждого свое. Это как каждая мысль, это как веревочка на веретено. Теперь задают другой вопрос человек. Что я хочу покушать после урока? Что мне надо покушать? И у него, значит, вау, накручиваются мысли. Это полезно, это вредно, это хорошо для меня, это плохо. Понятно, да? А эмоция – это ощущение от мысли, то, что человек чувствует по отношению к каждой мысли. Каждая мысль имеет заряд. Есть мысли, имеющие негативный заряд, есть мысли, имеющие позитивный заряд. И когда на это веретено намерения накручиваются мысли с позитивным зарядом, то тогда человек чувствует внутри ощущение вот этой энергии позитивное. А когда мысли с негативным зарядом, то негативное. Теперь что получается? Говорит Любач Цереба тут главную такую вещь, идея, что когда нет запроса, человек не занят никаким конкретным делом, достижением какой-то позитивной, полезной для себя и для общества цели, то всплывают мысли, то есть если остановить запрос, а просто посмотреть, какие мысли будут всплывать, он говорит так, то будут всплывать мысли, которые не только не наполнены содержанием, но и склонны вести к отвратительной распущенности, то есть когда у человека нет никаких целей, задач, заданий, планов и так далее, то у него мозг, ему поднимает, всплывает разная пена и в основном эта пена негативная, ну такая, плохая пена всплывает, понятно, да? Дальше, дальше, значит, переходим к недельной главе, глава ВРА, мы сегодня находимся 22-й отрывок, ПРК 21-го отрывка, значит, и было, в это время и сказал Авимелых и Пихоль, министр, министр вооруженных сил, министр войска, сказали они Авраму, значит, Аврам, как известно, он из прошлой главы, он некоторое время жил у Плешким, у филистимлян там, да, ему дал разрешение там жить, царь Элимелых его звали, и вот Авимелых, Авимелых, не Элимелых, Авимелых, и вот этот Авимелых, шаббат шалом, да, Авим, Раиса Васильевна, это из Ульяновской, моя теща, значит, смотрите, что получается, Авимелых разрешил жить Авраму, забрал у него жену, был момент, вы помните, но Бог поразил болезнью весь дом Авимелыха, и Авимелых отдал Авраму Сару, он ничего не смог с ней сделать, не успел, и, значит, отдал Сару, дал много денег, и говорит, все, пожалуйста, делайте, что хотите, я вижу, что ты человек Бога, то есть он увидел ту силу, которую Бог дал Авраму, теперь вот здесь, говорит, он сидит и со своим министром вооруженных сил разговаривает, и говорит, слушай, говорит, надо идти к Авраму с ним договариваться, потому что он совершенно, ну, невероятной силой человек, и вот пришли они к Авраму, и говорят они, Бог с тобой во всем, что ты делаешь, после чего это было, да, Харьковский шалом, после чего это было, это было после того, как у Аврама родился сын Ицкак, Авимелых, и Авимелых, он думает, какое благословение есть на этом человеке, у него сын в сто лет родился, родился, когда там его жена просто говорит, посмотрит на кого-то, он заболел, то есть это страшные силы в них были, и он говорит, давай надо идти с ним договариваться, и он к нему пришел, вместе со своим пихолем, этим помощником, военачальником, и говорит, поклянись, поклянись мне всесильным Богом, да, с которым у тебя связь, что если, значит, что ты меня не обманешь, и что твои потомки и мои потомки будут жить в мире, что ты не будешь на нас нападать, потому что я же сделал для тебя милосердие, он ему напоминает, смотри, я тебя пустил, я сделал для тебя милосердие, пожалуйста, пообещай, что ты на меня не нападешь, и сказал Авраам, я поклянусь, Анухи и Шавеа, значит, я поклянусь, вот этот вот момент клятвы, есть целый раздел в Талмуде, который говорит про клятвы, про силу клятв, то есть у человека его главный, главный его инструмент, которым он вообще строит свою жизнь, это слова, которые мы произносим и которые мы говорим друг другу, вот это самое главное, и клятва это когда ты каким-то словам придаешь прям огромную силу, ты их как цементируешь, как в мраморе выбиваешь, и значит Авраам ему поклялся, но дальше Авраам начал его упрекать, и начал его Авраам упрекать по поводу колодца, который отняли слуди Авимелыха у Авраама, значит, он ему говорит, слушай, ну хорошо, это там, у нас сейчас мирный договор, мы подписываем, а что с колодцем, говорит ему Авраам, сказал Авимелых, а я, говорит, не знаю, не знаю я, что это такое, и ты мне не говорил, то есть это вообще какие-то, ну мои какие-то слуди там, да, они у твоих пастухов что-то забрали, я не в курсе, он говорит, и взял Авраам, взял Авраам мелкий крупный скот, дал Авимелыху, дал ему этот скот зачем-то, и заключили они союз, и семь овец, семь овец Авраам поставил отдельно, и сказал Авимелых, а что это за семь овец, почему ты поставил эти семь овец отдельно, вот представьте ситуацию, значит, они ведут переговоры, все, и тут Авраам ставит семь овец отдельно, и Авимелых спрашивает, что за семь овец, почему ты их поставил отдельно, и сказал, потому что семь овец этих ты возьмешь из моих рук, чтобы это было мне свидетельством, что я выкопал этот колодец, значит, Раша здесь объясняет, что там была мистика, что воды поднялись, опустились, но я слышал объяснение от Равыцка Казильбера, зацель, лично слышал на уроке, он говорит, что он этими овцами показал, что это его колодец, потому что овцы, когда он их поставил отдельно, эти семь овец, они побежали сразу к колодцу, и это они доказали, это условный рефлекс, что они знали этот колодец, что этот колодец выкопал Авраам, и поэтому его овцы, они точно знали, где подходить, с какой стороны подходить, где пить, то есть те говорили рабе Авимеллах, а это мы выкопали? Авраам говорит, нет, это мои слуги выкопали, в этом был спор, и Авраам этими семью овцами доказал, что этот колодец его. Теперь, значит, дальше, поклялись они оба, что у них будет мир, все, на этом остановился этот разговор, и дальше говорится следующая вещь, заключили они союз, те возвратились в землю филистимлян, а что сделал Авраам? Вот это самая важная вещь сейчас, с которой мы на ней остановимся. Значит, и написано, насадил Авраам Эшель, вот на русский переводят, вот насколько перевод не передает смысла, значит, дословно написано так, и насадил Эшель. Эшель это такое слово, которое можно понять, перевели здесь, посадил он дерево Тамариск, и насадил он Тамариск в Бер-Шеве, и называл, и взывал именем Бога на весь мир, если так дословно, Бешем Ашем Эл-Олам, именем Бога всесильного мира, мироздания, вот так можно перевести. Значит, в Талмуде говорят, что это не был ни какой Тамариск, а это был, одни говорят, что это был сад, другие говорят, что это был вообще не сад, а что это был шатер, Эшель это шатер. Но дальше рассказывается история, что значит он провозглашал там именем Бога. Авраам жил в этом месте, в Бер-Шеве. Бер-Шева это переводится слово колодец клятвы, или колодец семи. Шева, да, это такой древний город, там жил Авраам, и до сих пор есть этот колодец. Кто будет в Бер-Шеве, вы увидите, есть колодец Авраама, вот там как раз все сохранилось. Колодец, Бер-Шева город, ну то есть все вот можно увидеть своими глазами. И Авраам там, что он там делал? Он поставил шатер, и все путники, которые, эта же дорога, из Египта через Израиль идет эта дорога в Ливан, в Сирию, вот туда дальше, в Иран, в Ирак, то есть это такое очень важное было магистраль. И Авраам поставил там свой шатер, проходят путники, он им говорит, остановитесь, пожалуйста, в моем шатре, они останавливаются, он им дает еду, они говорят, отлично, сколько стоит? Он говорит, смотрите, есть два варианта. Первый вариант, это стоит каждая порция тысячи долларов. У меня дорогой ресторан, дорогой монополист, я единственный ресторан в пустыне, и не заплатить нельзя, потому что те, кто видели Авраама, они понимали, что с ним лучше не связываться. Он говорит, ну можете и бесплатно взять. Они говорят, в смысле, что за выбор такой? Или тысяча долларов покушать, или бесплатно? Он говорит, но вы должны сейчас выучить молитву Беркат Амазон, благословение еды. И вы должны сказать тому, кто сотворил небо, землю и все мироздание, и дал всем нам еду, дал всем нам жизнь, дал нам всем все, Богу Всесильному, Богу неба и земли, Создателю мира, Творцу мироздания, мы должны после еды вместе сказать Беркат Амазон, благословение после еды, и поблагодарить Бога. Что вы выбираете? Понятное дело, что люди выбирали благословить Всевышнего, потому что, ну, как бы выбор очевиден. И он учил их этой молитве, это был такой у него институт прославления Всевышнего. И, значит, Ваекра, Шамбешем Ашем Эл-Лам, и он взывал, провозглашал, то есть это было первое место, первое такое место, где он занимался приближением к Богу. 26 лет он там жил, и это тоже удивительная вещь, 26 лет он там жил, а имя Всевышнего, вот есть такое имя, которое, самое ошибочное, есть свидетели, говорят, имя Бога, которое в Торе, Ют Кей Вав Кейт, четырехбуквенно, его нельзя произносить, это не, это код, а люди его читают, это как, знаете, если, например, написано, написано какое-нибудь сокращение, какое бывает сокращение, вот на русском или на английском, какие бывают сокращения? И так далее, ИТД, это же не слово, все нормальные люди понимают, что ИТД это и так далее, никто не говорит, что есть такое слово ИТД, так вот это имя Всевышнего, СССР, да, понятное дело, что это сокращение, так, Ют Кей Вав Кей, это сокращение, его нельзя читать, его нельзя произносить, как просто читать, как буквы, есть, когда говорят про это, про имя Всевышнего, то говорят, именно изменяют, даже не говорят эти четыре буквы, как они пишутся, говорят Ют Кей, а на самом деле там не Кей буква, другая буква, Вав Кей, то тоже не произносят те буквы, а их меняют на похожее произношение, почему? Потому что имя Всевышнего, в нем такая сила зашифрована, что просто нереально, это только имя, а когда, ну то есть взаимодействовать со Всевышним, мы можем только чуть-чуть, чуть-чуть размышляя о нем, чуть-чуть узнавая о нем, но всегда нужно понимать, какая за этим словом стоит сила, создатель мироздания, который не просто создал его когда-то, а который его постоянно воссоздает, то есть вот эта энергия, которая есть внутри всего мироздания, откуда она берется, то есть кто ее создает постоянно, это Всевышний. И значит Авраам там поселился и взывал он именем Бога 26 лет. Так числовое значение вот этих юткой, вавкой четырех букв 26. И это просто удивительное совпадение, что, например, Тора была дана на 26 поколение от сотворения мира, потому что от Адама до Ноаха было 10 поколений, от Ноаха до Авраама было 10 поколений, Авраам был 10 поколение после Ноаха, а от Авраама до Мушера-Бейну поколение, когда было даровано Тора, было 6 поколений, 26. Юткой, вавкой, это числовое значение 26. 26 лет Авраам в Бер-Шеве, он проповедовал имя Всевышнего. То есть все, настолько все в этом мире связано, что просто невозможно себе представить. Значит, хорошо. И вот, много лет. И вот тут Раша объясняет много лет, сколько это было много лет. 26 лет он вычисляет, очень серьезным вычислением. Там он дает целый-целый огромный комментарий. Хорошо, дорогие друзья. Значит, вот у нас сейчас суббота приближается. И суббота как раз это знак союза. Как Авраам заключил союз с Богом, также каждый из нас может заключить союз со Всевышнего. Знак союза это шаббат. Значит, мы приближаемся к шаббату, и шаббат каждый седьмой день недели. Мы отключаемся и понимаем, что мир двигается, двигается. Как мир двигается, да, без нас. То есть вот человек все время думает, что он должен все контролировать, там все. Нет. Все Всевышний контролирует. Можно расслабиться и положиться на Всевышнего. Хорошо. Все. Всем шаббат шалом. Хорошей недели. Удачи, успехов. А еще я слышал сегодня на это место комментарии любаяческого рэба, почему Авраам именно занимался... Он сам не пошел учиться. Ведь были в то время... Еще в то время жили Шем. Жил Эвер. Шем сын Ноаха. У него была Ишива. Авраам же не был единственным, кто знал про Бога. Были еще такие люди, как Шем сын Ноаха. Он был праведник. Был Эвер. Эвер это... Еще он был до Ноаха, да, получается? Шем в Эвер. Нет, он был после. Это сын Шема. Значит, почему Авраам не пошел к ним в Ишива учиться? Говорит любаяческая рэба, что когда ты узнал про Всевышнего, самый сильный инструмент усилить свою веру и усилить свою связь со Всевышним, это начать обучать этой вере. То есть, когда ты сам уже установил какой-то уровень веры во Всевышнего, и ты этой верой своей соединился со Всевышним, то есть вера, это как прикрепление ко Всевышнему. Тот, кто верит, он прикреплен. Как написано, цадик, бе эмунато и хье. Праведник своей верой будет жить. То есть вера, она тебя прикрепляет ко Всевышнему. И чтобы усиливать дальше эту веру, есть способ изучать дальше. Некоторые начинают погружаться глубже-глубже в изучение Всевышнего, как он сотворял мир, как он управляет миром. Это то, что называется Каббала. И они своей мыслью пытаются познать, познать все выше-выше, глубже в деталях, познать проявление Всевышнего. Всевышнего невозможно познать. Это те, кто изучают Каббалу. А есть те, кто как Авраам, они... Кстати, Авраам, он... Есть книга, одна из главных книг Каббалы, называется «Сефр-Яцера» — «Книга создания». И Авраам, он написал эту книгу, то есть он поднялся до самых-самых, куда может подняться человек высот интеллектуальных, познания. И он понял, как... То есть он именно видел и описал, как Всевышний двадцатью двумя буквами еврейского алфавита сотворял мир. Теперь это то, что касается постижения Всевышнего через интеллект. А что делал Авраам? Он проповедовал веру. Он эту веру передавал другим. И каждый раз, когда ты передаешь и кого-то подключаешь к Всевышнему, то в этот момент твоя вера и твоя связь с ним усиливается. То есть это работает как MLM-маркетинг, как сетевой маркетинг. То есть... И вот это то, что делал Авраам в этом эшеле, в этом шатре на протяжении 26 лет. Все. Всем удачи и успехов. Шаббат шалом. И можно просто сейчас поделиться уроками Вайкра со своими друзьями, знакомыми. И вы как раз будете делать то, что делают потомки Авраама. То есть передавать веру в Бога вокруг себя. Счастливо. 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 Счастливо.